Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Как раз время для передачи «Зри в корень» У нас сегодня профессор Игорь Саламатин Добрый день Добрый день Да Сегодня мы поговорим, конечно же В первую очередь О том большом празднике, который нас ожидает Всех завтра и послезавтра Вот это Наступление нового учебного года И о тех проблемах, которые Связаны с этим Достаточно серьезным шагом И второе Сегодня мы поговорим Также и Второй большой урбанистической проблемой Это проблема, которая касается Действительно урбанизации больших городов Это проблема сухого глаза Изболевания поверхности глаза Мы уже касались этой темы Но тем не менее она остается актуальной И к сожалению С каждым годом все более и более Приобретает Не только медицинскую значимость Но еще и экономические аспекты И начнем с первого Итак Завтра Первого сентября Это праздник Праздник всех нас День знаний Но в школу наши дети Пойдут второго сентября И Начнется новый учебный год Вместе с этим праздником Связано И еще одно обстоятельство Это то, что Те дети Которые Сегодня начинают учиться Года 3-4 пройдет И они В большинстве своем Это Где-то процентов В 65-70 Станут Близорукими То есть У них появятся проблемы Связанные со зрением А чего не наступают И почему Наши школьники Вдруг ни с того ни с сего Становятся близорукими И есть ли вообще Какие-то Средства В наши дни Да Есть ли какая-то Волшебная таблетка От того, чтобы наши дети Не портили зрение Не становились Так сказать Очкариками Ведь кроме очков Собственно говоря Сегодня В нашем распоряжении По сути Никаких Таких Атомных бомб И оружия Против близорукости Нет Ну еще контактные линзы Контактные линзы Да Так вот Начнем с того Наверное С того С чего мы всегда начинаем Это причины Причины На наш взгляд Действительно Очень весомые И в первую очередь Это Нахождение В помещениях Все дело в том Что Наша Жизнь Сегодня Практически Ну я не знаю Может быть 80 Может 85% Нашей Жизненной активности Протекает в помещениях Дети Сидят В школе В классах На переменах Они не выходят Чаще всего На школьный двор Потому что Нет времени И за ними Некому следить Чаще всего Они в общем-то Толкаются В коридорах Днем После школы Они приходят Домой Опять же Пока родители На работе Нашим Малолеткам Ну некуда В общем-то Идти Гулять Дворы сегодня В общем-то Не очень Привлекательные В основе Своей Вот и поэтому Они опять Сидят Дома Включают Телевизор Включают Компьютер Занимаются Любимыми Гаджетами Смотрят Мультики Всего немало Кто читает Кстати говоря Я даже Не могу себе Представить Чтобы наши дети Так активно Садились за книги Как мы раньше сидели Искали какие-то Книжки с фонариком Ночью Под одеялом Читали какие-то Рассказы Жюль Верна Там и все остальное Ну и сегодня Такого Наверное нету Скорее всего С гаджетами Под одеялом Сидят И смотрят Что им Нужно Вот И все Это В первую очередь Оказывает влияние Во-первых Нахождение В запнутом Пространстве Проблема Заключается в том Что наш глаз Он настроен на то Чтобы Фокусироваться На как можно Далекое расстояние Для того Чтобы Расслаблять Свою Зрительную систему А В запнутом Помещении Такого Пространства нету Это первое Поэтому глаз Все время натыкается На какие-то препятствия И вынужден Постоянно работать То есть Он должен Постоянно Фокусировать Какие-то Предметы Находящиеся В комнате Это вызывает Утомление Мышечной активности Глаза И в результате Наступает Так называемый Спазм Аккомодации Я не говорю О тех мелких Вещах Которые У нас Постоянно окружают Ну это Компьютеры Это учебники Тетради Тетради И так далее Это опять же Вызывает Спазм Как я уже Глаза Глаза В конечном Глаза Нет Они не понимают Но они Утомляются Они раздражаются Им тяжело Вот Они начинают Вести себя Не стандартно Как в обычных Случаях Как мы привыкли Это каждый раз Еще до школы И поэтому Вот это Нестандартное Поведение В первую очередь Должно Обратить внимание Родителей На то Что ребенок Стал больше Утомляться Именно зрительно Утомляться Что для этого делать Когда меня родители Спрашивают Как можно избежать Развития Близорукости Я всегда говорю Что надо Заставлять ребенка В первую очередь Гулять Не меньше Двух часов в день Во вторых Как можно Меньше Заставлять его Читать Писать Работать С компьютером И так далее То есть Уменьше Зрительную нагрузку В наше время Это невозможно Вот Поэтому Нужно Что Нужен режим Режим И этот режим Не должен Заключаться в том Чтобы ребенок От фортепиано Переходил К столу С учебниками А стол с учебниками Переходил к телевизор Это Означает то Что ребенок Должен переключать Сферу деятельности То есть Он должен Помогать вам По домашним делам Ну помыть за собой Посуду Ну там Пол убрать Там еще что-то В общем Короче говоря Физически переключаться Конечно Вот В крайнем случае Вы должны Вместе взять его Одеть Вместе с ним Пойти И прогуляться Вокруг дома Хотя бы Ну полкилометра Километра Да Это тоже Его очень хорошо Переключит Но Собой Собой Заняться Вот Своими делами Вот Это первое Учебная Учебная программа Тоже нельзя Нельзя заставлять Ребенка Извините От этого Отходить Отказываться Да И ничего С этим Не поделаешь Это Веление Времени Так вот Сегодня Мы Проводим Такое исследование Называется Лампа Просто так Лампа Так Это Интересное Исследование Началось Оно уже Давно Я Кстати говоря О нем Тоже Рассказывал Но Просто Напомню Исследование Заключается В том Что Каждый День В течение Начальной Начальной Школы То есть Во время Начальной Школы И до Примерно Восьмого Класса Ребенку Каждый День Капают Один раз В день Раствор Атропина Атропин Он Призван Снимать Напряжение И спазм Мышечной Системы Глаза Причем Дозировка Атропина Сегодня Ничтожна Если мы Начинали С Однопроцентного Раствора Атропина Который Вызывал Много Осложнений Аллергических Реакций Потом Расширение Зрачка Которая Существовала Примерно Три-четыре Дня Ребенок Не то что Читать Не мог Он и Видеть Вдаль Не мог Ничего Сегодня Раствор Атропина Это Примерно 0 0 Односотая Так сказать Процента То есть Это практически Гомеопатические Дозы И Сегодня Эти Лекарства Уже Стандартно Выпускают Страны Азии Вы знаете Что азиатские Страны Имеют Самое Большое Число Людей Страдающих Близорукостью И Сегодня Вот это Вот Единственная Так сказать Эффективная И Без Таких Сильных Затрат Таблетка Это Раствор Малых Процентов Атропина Причем Я говорю Ежедневное Закапывание Для того Чтобы снимать Спазм Второе Что Тоже Очень хорошо Останавливает Развитие Близорукости Но она Когда уже есть Это не для Профилактики Близорукости Это не для Снятия Спазма Просто Это уже Лечебное Средство Которое Хотя Близорукость Это не заболевание Но тем не менее Это лечебное Средство Потому что Оно призвано Изменять Анатомию Глаза Это Ночные Контактные Линзы Жесткие Ночные Контактные Линзы Которые Мы тоже Ставим Детям С Силой Близорукости Примерно До Пяти Диоптрий Вот И Эти Ночные Контактные Линзы Так и Называются Потому что Мы их Ставим На ночь А днем Дети Их снимают И в школе И весь Последующий День Иногда И последующие Два дня Они проводят Без очков То есть Без контактных Линз И без очков Дело в том Что эти линзы Призваны Немножко Уплощать Роговицу Таким образом Менять Оптическую силу Глаза И таким образом Уменьшать Безорукость В нашей клинике Мы этим занимаемся Уже лет Наверное Семь И у нас Прекрасные Результаты Мы сначала Использовали Эти контактные Линзы Только для того Чтобы Ночные Контактные Линзы Только для того Чтобы Коррегировать Безорукость А сегодня По истечению Вот этого Длительного Периода Наблюдения Мы поняли Что эти Контактные Линзы И не дают Развиться Безорукость Не прогрессировать Один под вопрос Который Часто я тоже Слышу Насколько В развитии Безорукости Кроме всех причин Которые вы сказали Влияет Какая-то На следственность Это 100% Дело в том Что ген Безорукости Очень активный Если хоть У одного Из родителей Есть близорукость То 100% Безорукость Будет у всех В какой момент Нужно приходить К вам Уже К врачам Вот не только Когда Ребенок почувствовал Усталость И так далее В какой момент Ну вы знаете Я уже объяснил Что родители Все у нас тоже Так сказать Очень люди заняты В основном И работают Вот у нас В клинике По субботам Специально проводится Специальный Осмотр Профилактический Детей До 10-летнего возраста С целью Выявить Возможности Или уже Наличие Близорукости В глазах То есть Это суббота Можно использовать Можно Да Можно использовать И проверить Проверить Ну конечно Это все делается По специальной По предварительной записи Вот Проверяется это Оптометристами Обязательном порядке И консультироваться Врачами Это очень важный Шаг Потому что К сожалению Как мы выявили В основном Сегодняшние Профосмотры И в школах Которые проводятся И в Других Лечебных Учереждениях К сожалению Это Рассчитано В основном На Просто Какой-то Ну скажем так Скрининг И поэтому Чаще всего Это Выливается В какую-то Фикцию Надо дать цифры Даются цифры И на самом деле Действительно Истинной причиной И Наличие Этого заболевания Не выявляется Наличие Этой проблемы Не выявляется Поэтому Конечно Именно В специализированных Лечебных Учреждениях Которые Занимаются Именно Этой проблемой Скрининг Наиболее Достоверный Скрининг Наиболее Результативный И Отбор Этих Пациентов Очень важен Потому что Почему? Потому что Если мы вовремя Выявляем близорукость Мы можем Вовремя Ее остановить А если мы Это не сделаем То По мере Роста Ребенка Близорукость Может быть Возрастать И Постоянно Прогрессировать И Тут же Появляется Другой вопрос А что это Вы врачи Вдруг так Занялись Этой близорукость Что ее Раньше не было Что ли Почему? Вы сегодня Так Вдруг Обеспокоились Этой проблемой Ну Одели очки Одели контактные Линзы Откоррегировали Эту близорукость И дальше идем Чего там бояться Вся проблема Заключается Сегодня в том Я Вот это Особенно хочу Подчеркнуть Что если раньше Осложнения При близорукости Мы встречали Только В полутора Двух Процентных Случаев То сегодня Все эти Сложные Осложнения Связанные С ослойкой Сетчаткой С дыркой Сетчатки С развитием Дегенеративных Процессов Сетчатки С изменениями Зрительных нервов С изменениями Враговица И так далее Мы уже встречаем В семнадцати процентах Случаев Представляете Скачок Полтора Процента И семнадцати Процента Эпидемия какая-то Поэтому мы начали Бить тревогу Поэтому сегодня Хотим Обратить внимание Поэтому сегодня И Рассказываем Всем о том Что такое Близорукость И почему Хотя это Не заболевание Хотя это Не эпидемия Хотя это Не тот фактор Который Приводит К смертельному Сходу Но это Приводит К инвалидности Это приводит К слепоте По сути дела В будущем Если развивается Тяжелая Близорукость Поэтому Этот фактор Нельзя не Усчитывать И поэтому Вот этот Такой Огромный Скачок Тяжелых Случаев И осложнений При близорукости Вот это Вызвало Нас сегодня К Разборке Этой Проблемы И поэтому Такой Большой Интерес И В общем-то Такое Большое Внимание Мы уделяем Этой Проблеме Не потому Что Мы заинтересованы В продаже Очков Там Или Контактный Клинс Мы этим Кстати Не занимаемся Занимаются Оптические Магазины Это их Бизнес А мы Как раз Вот Хотим У них Этот бизнес Отнять Это очень хорошо Если все-таки Мы говорим Поскольку У нас Так получилось У нас Уже И 12-летнее Образование И уже В 12-м Классе Уже Взрослые люди Уже Многим 18-19 лет Я так понимаю В этот момент Можно уже Лазерную коррекцию Делать Да Ну это Собственно говоря Как бы Конечный Этап Конечный Этап Да Для этого Важны Некоторые Обстоятельства Ну во-первых Мы должны Убедиться В том Что Близорукость Дальше не Прогрессирует Что она Остановила В своем Развитии И Рост Глаза Остановился И Дальше Не Прогрессирует Что очень Важно Это Первое И Второе Естественно Анатомические Особенности Глаза Должны Быть Таковыми Чтобы он Подходил Под лазерную Коррекцию Не Каждому Человеку Лазерную Коррекцию Сделать Хотя Сегодня У нас Достаточно Много Видов И Лазерной Коррекции Зрения И Пересадки Специальных Контактных Линц Внутри Глаза И Собственно Говоря Работа И Насечатки Глаза И так Далее Но Все-таки До Этого Хотелось бы Не доводить Хотелось бы Просто-напросто Остановить Развитие И Близорукости Чтобы Ребенок Приходил К нам На лазерную Коррекцию Скажем Не С близорукостью Минус Десять С близорукостью Хотя бы Минус Полтора Два Тогда Проблем Нет Это то Что касается Близорукости Я думаю Что Как говорится Дошло До многих Насколько Эта проблема Важна И насколько Она В общем-то Серьезна Это первое Второе Ну Как Везде В каждой Стране У нас Две беды Как говорится Но это Сегодня Не дураки И дороги А вторая Проблема Это проблема Урбанизации Всех городов Это сухость Сухость глазной поверхности Причем Эта сухость Она Разная По своей причине И по своему Состоянию Дело в том Дело в том Что есть Сухость глаза Которая Вызвана Воспалительными Заболеваниями Глаз Есть Или Системными Заболеваниями Организма Такими Как Системная Красная Волчанка Как Синдром Стивенса Джонсона Как Ремотоин Ювенильный Полиартрит И так далее Второй Вид сухости Это Возникает Вот Чрезмерного Частого Закапывания Препаратов И это Очень характерно Для пожилых Людей Которые Очень часто Закапывают Всякого рода Витамины Или Препараты Снижающие Внутриглазное Давление Или Препараты Которые Ну Скажем так Способствуют Профилактике Развития Катаракты Третье Это Заболевания Связаны С обменным Веществ Это Проблема Связанная С щитовидной Железой С Проблемами Кровообращения Нарушения Кровообращения И мозгового Кровообращения В том числе И заболеваниями Сердечно-сосудистой Системой Гипертонической Болезни И так далее Все дело в том Что Скажем Например Для лечения Гипертонической Болезни Очень часто Мы Применяем Бета-блокаторы Которые Собственно говоря Влияют На Слезные Железы И Таким образом Могут Влиять На Качество И Количество Выделяемой На самом деле Эта слезная Жидкость В общем-то В тень Требуется Очень немного Всего лишь От одного До полутора Миллилитров И Надо Очень важно Чтобы Вот это Мизерное Количество Жидкости В общем-то Правильно Распределялось По углазной Поверхности Это первое Во вторых Чтобы оно Испарялось По сути Так как это Положено А не Моментально В третьих Чтобы была Защитная пленка Для этой Жидкости Сверху Ну знаете Как Если Бензин Пролили В пруду Там где-то Или в озере Образуется Пленка Точно такая же Пленка Вот образуется Правда Состоящая Из липидного Слоя Жирового Слоя Которые Вырабатывают Специальные Железки Находящиеся На краях Век Вот И Эта пленка Как бы Защищает Поверхность Глаза От испарения От Чрезмерного Испарения Слезной Жидкости Ну вот Сухость Глаза Она тоже Такая же Бич Есть такая Статистика Как Близорукости Да И Сегодня С каждым Днем Все больше И больше Таких Пациентов Становится Я объясню Почему Ну я уже Объяснил Во-первых Связано это С хитрогенными Причинами То есть Назначением Капель Проведением Операции Какими-то Заболеваниями Которые У нас Постоянно Бывают Второе Это Проблема Электромагнитного Излучения Мы Живем В городах Где Электромагнитное Излучение И фон Этот Электромагнитный Он По-моему Зашкаливает Все нормальные Пределы Вокруг И мобильники И компьютеры И средства Связи И телефонные Вышки Ну все Что хотите Вот И телевизоры И поэтому Этот фон Он Очень активно Воздействует На наши Слизистые Оболочки В том числе И на Слезные Железы Вызывают Их Нарушение Работоспособности И в результате Изменяется Качество И количество Слезной Жидкости Которое Продусируется У нас В течение Дня Третье Это мелкая Пыль Хотим мы того Или не хотим Но в больших Городах Очень много Пыли И она Мелкодисперсная Мы ее не видим Практически Но Любая машина Которая проезжает По улице Она вызывает Испарение Как со стороны Поверхности Дороги Так и со стороны Колес И вот эта Мелкодисперсная Пыль Она Хотим мы того Или не хотим Очень часто Вызывает Аллергические Проявления Со стороны Слизистых Оболочек И эти Аллергические Изменения Они как бы Кажутся нам Ну Глаза чешутся Там Или Режет Там Как Песок попал Да Ну Мы На это Малого Внимания Обращаем Или еще хуже Начинаем Чесать Бешено Чесать Там Или еще Как-то С этим Боремся Ну На самом деле Причина Элементарная Это Аллергические Реакции Которые Вызываются Урбанистическими Проблемами Городов Проблемами Запыленности Экологии Нашей Вот И Еще Один фактор Который Довольно Часто Влияет На появление Сухости Глаза Это Работа с компьютерами Потому что Опять же Это электромагнитное поле В радиусе Полутора метров От экрана И Это Я Думаю Что Если мы поговорим С любым Оператором Который Работает С компьютером В течение Рабочего дня Ну Для этого Можно просто Если пусть Пройтись по банкам И спросить А как вы Се чувствуете В компьютеризированном Так сказать Тоже Скажем Комнате Да И Еще и В кондиционированном Воздухе И они вам Все расскажут Как это Происходит Вот И понятно Что Все это Требует Своего внимания Поэтому В этом случае Сегодня тоже Мы Довольно Серьезно Занимаемся Соответствующими Исследования И Для каждого Случа Развития Этого заболевания Ну Во-первых Есть Своя диагностика Есть своя диагностическая Линия Собственно Говоря У нас Есть Специальные Аппараты Которые Диагностируют Как заболевания Слезные То есть Поверхности Слизистой Оболочи Глаза Так Слезные Пленки Так И К Количественному Отношению Составляющие Компоненты Слезной Пленки И Понятно Что Компьютерная Программа Которая В этих Аппаратах Находится Моментально Дает Рекомендации Как лечить Какие капли Применять С пониженным Составом Гиалуроновой Кислоты Или с повышенным Более Плотные По составу Слезные Заместители Жидкости Или Более Жидкие По своему Составу Нужно Лазерное Лечение Вот этих Железок Которые Вырабатывают Липидный Слой Который Препятствует Испарению Слезной Жидкости Или Не нужно Потому что Сегодня Мы очень Активно Применяем Специальные Лазеры Они Кстати Говоря Пришли Из Косметологии Эти лазеры Все Дело В том Что Мы Воздействуем На При помощи Этого Лазера Он тоже У нас Установлен в Клинике И точно Сухого Глаза Ну Естественно По Показаниям Потому что Для нас Очень важно Состояние Именно Вот этих Железок Лазер Воздействует На Кровообращение В области Этих Железок И естественно Улучшает Кровообращение Улучшает Соответствующую Продукцию Можно вообще Избавиться Если такое Слово Здесь применимо От Сухости Глаза Или Если Восьмотиве Избавиться Элементарно Значит Я Предлагаю Переселиться Ну Что у нас тут Ближе всего Наверное Татры Или Карпаты Где-то Метров на пятьсот Повыше Где нету Городов А так Фактически Это А так Практически Невозможно Я же вам назвал Сколько причин Фактически Мы с этим Живем Заниматься Садоводством Луговодством Скот Разводить И вот вам Может быть Такой последний Вопрос Который Хотел вам задать Все-таки С того С чего мы начали 2 сентября И потому что 1 сентября В воскресенье 2 детишек Пойдут в школу Это ведь не только Как бы Праздник родителей Предупреждение По поводу Близорукости Сухости глаза Родителям И детям Но еще учителям Что учителям Могут сделать Потому что Мы при всем К ним уважении У детей Сейчас по 6 По 7 уроков По 8 И каждый учитель Считает свой предмет Естественно главным Ему не важно Что уже Это 6 урок И детишки Уже 5 уроков Уже сидели Не знаю В этом компьютере За учебниками И так далее Что вообще Учителям Могут что-то сделать Не знаю Как Изменить Вот эту вот Среду чуть-чуть Вообще Вы знаете Я К профессии Учителя Ну раньше Относился так Ну учитель Учитель Так свой предмет Знаешь Молодец Ну если хорошо Преподает Значит все нормально А сегодня Я Вот Уже Как Депутат Посетив Многие школы Города Я понял Что проблема Учителя Она более Широкая И я Слава богу Я не знаю Может быть мне так повезло Я не встречал Учителей Которые не были Озабочены Сегодня Состоянием Здоровья Детей И осанкой И зрением Да Всем И причем Учителя Крещат Они уже не говорят Они просто крещат Вот О том что Ну во первых Надо отметить Что дети Ведь тоже из разных семей Есть Собственно говоря Семьи Куда можно докрещаться И каким-то образом С совместными усилиями Куда-то Что-то Как-то Регулировать И каким-то образом Детей лечить А есть семьи Куда Ну не докричишься И где Абсолютно Все равно Что там с этими детьми Происходит Как они там Живут И так далее Это первое Второе Конечно Учителю Сегодня На него Ну столько навешано Я даже не знаю Как это оценивать Я думаю Всегда Что для него Самая главная задача Это преподавать Свой предмет А у него Тут и методическая работа И внеклассная работа И Там создание Каких-то Этих Написание работ Научных Ну все И все это На этом Учителе Все это надо Под отчет И все это надо Извините На незнакомом По час Языке И Ну Тут я бы хотел Просто встать Поклониться И сказать Ну большое Всем спасибо Действительно Не встречал Плохих учителей Просто повезло Наверное Вот Но Конечно Без совместных усилий Школы И родителей Ничего Невозможно сделать Без того Чтобы учитель Не обратил внимания Вот пришел ребенок У него красные глаза Ну Это же симптом Это же симптом Да Или пришел У ребенка Слезятся глаза Или там Насморк Еще что-то Тоже симптом Хорошо Один обратит внимание Другой же может Не обратить внимание Поэтому А если это уже повторяется То надо действовать Ну да И надо действовать А потом Ребенок не усваивает Программу Куда его К социальному работнику К психологу В школе К врачу Да Или к врачу Вот куда его посылать Не усваивает программу Почему не усваивает Начинаются там Какие-то Разборки С семьями Проблемы С детьми Ну в первую очередь Конечно Это отношение Учителя и ребенок Учитель и ребенок Вот И тут очень много Зависит От Конечно Доверие Доверие Да Доверие в нашем деле Очень важно Следующий выпуск Обязательно тоже проведем Я так понимаю Через неделю Профессор Игорь Саламатин У нас был в студии Изри в корень Обязательно выйдет В эфир через неделю Не пропустите